здравствуйте дорогие друзья у нас собирается плохая погода дожди будут какие-то ветра сильные свои метельчатые гортензии которые в горшках хочу с большими цветущими соцветиями составить где-то под крышу все-таки жалко что будет трепаться такую красоту но и одновременно хочется все это снять знаете вот хожу каждый день вроде бы как-то снимаю или через день но они настолько изменяются меня дома не было три дня я просто вижу насколько изменяются мои гортензии какая становится вообще в саду от них красота это гортензия не в горшке это в открытом грунте skyfall ей третий год посмотрите какие стали у нее на третий год огромные цветы вот среди какой цветок сантиметра 4 в развороте вот этот вот пропеллер и причем я уже говорила на каждой на каждой шапке поэтому некоторые говорят что да так все хватит гортензию skyfall но на самом деле первый год она ничего как в сильно не показывает второй год такого сильно нету а посмотрите на третий год какая красотка какие вот действительно имеющие свое лицо такой пропеллер чик сразу нам не открывалась зеленоватым а сейчас получается такой сливочно-кремовый оттенок она у меня в открытом грунте вот она сформирована чуть-чуть на ножках вот тут вот что на ножке вот эти побеги они не очень большие стали крепенькие такие ну как-то дожди будут все таки я думаю свяжу и подвяжу каждый побег у меня тут такой ветреный участок но сколько у меня соцветий раз два три 4 5 6 7 8 10 соцветий и вот это из самого низа это вот это выросло а это со стволиков посмотрите каждое соцветие каждое соцветие гиацинтовая у меня конечно тут так тут так тесновато чтобы показать издали вам всю вот эту красоту ее но постараюсь как-то обойти в этом году она у меня кстати пониже когда ее обрезаешь низко ведь она выдает около 90 сантиметров от побеги а когда она на стволике она выдала немножко побеги поменьше вот такая красотка но действительно знаете если бы она росла где-то на газоне у меня так немножко все в тис в стесненном состоянии но люблю все их очень заодно пробегусь и покажу остальные потому что ну просто хочется запечатлеть их по моему сегодня 29 июля вот по моему 29 июля какие пропеллеры естественно на самой большой шапке самые большие пропеллеры и причем эта шапка в зрите пядя и еще до конца не раскрылась очень огромные такие шляпы с этой стороны покажу вот чуть повыше сформирована на ногах смотрите какая зеленая граффити но и у граффити насколько большой цветок в этом году как бы не уступая не уступая skyfall но сразу вот таким зацветает зеленым зеленым немножко повыше потому что может быть на ногах вот как-то она так себя ведет хорошая зеленая такая листва видите я вам говорила что проливала хелатом железо и мои гортензии хорошо на это отвлекаются граффити так вот такая у меня ванила фрайс на конец июля связываю каждый побег потому что говорю на сквозняке таком она у меня находится очень боюсь вот это чтоб не растрепала третье шестой год она у меня где-то метр семьдесят вот такая ванила фрайс magical candle в это время уже цвела но в этом году она тормозит у меня пролила монокалий фосфатом сегодня еще тоже смотрите уже заложила бутоны видно что новые листочки прям пошли вот убрала по низу все лишнее может быть был вкус немножко загущен и ей было тяжеловато и сразу видите сразу она стала у меня бутоны показывать ну еще в общем в кучку тут собрала все свои которые распустившись хочу вам показать это я их прячу от дождя вот такую красоту в горшках все попрятала ну не попрятала а под крышу хочу вот это гортензия be green be green посмотрите плотная плотная тут кругленькая стала и немножко показывается такой золотистый оттенок на зеленых ее таких цветочках цветочки конечно вот разные у каждой гортензии кто-то говорит но они все похожи но разные не все вот посмотрите рядышком цветок polar beer эти резные лепесточки от ка более круглая а эти вытянутые как звездочки все соцветия ну довольно такая выровненная по высоте 5 соцветий и еще вот такие прилистники которые тоже будут цвести вот у нее big green очень плотненькая это в горшке у меня третий или четвертый год polar polar bear больше оставила соцветий для того чтобы она и связала ее связала для того чтобы не разваливались большие такие соцветия но посмотрите даже я уже показывала свой геркулес но вот соцветия polar bear а вот это соцветия геркулеса какой огромнейший смотрите что показывала 1 2 вот смотрите 1 5 2 5 и еще половина и еще до конца она не раскрылась получается уже две с половиной мои 5 вот это такое соцветие сейчас обойду с другой стороны их 2 их 2 это чуть поменьше 1 2 я вам показывала вот это polar bear а вот это геркулес она пораньше зацвела уже белый уже белая нету тут зубчиков на цветочках а вот у белого медведя у полярного видите зубчики конечно такое соцветие если она намокнет боюсь чтобы она чтобы она просто под тяжестью воды она держит себя все но под тяжестью воды когда будут ветра такие чтоб не сломалась конечно все это я затащу под крышу обещала вам сделать видео выращивание в горшках принципе та же агротехника но я все по гостям и по гостям по красивым садам что собраться с мыслями не хватает времени так вот это маленькая пандора крепенькая сама себя держит так такие крепенькие крепенькие но немножко уже сливочные зеленеет пока она не розовеет она темнее становится уходит в такой фисташковый как говорят цвет вот она пандора кругленькая такая а вот это из серии пан панда луз смотрите полностью практически раскрылась до конца еще такое тут желтая сливочная и начинает уже розоветь даже цветочек как-то подсох и начинает уже вот тут вот розоветь и чуть зеленеть по низу видите а вот это ее начало распуска вначале такая она очень симпатичная но и сейчас симпатичная относительно ее стволика высоты получается наверное две высоты стволик и вот такая же ну полторы пяди где-то соцветия такой цвет у нее красивый это начинает распускаться summer snow ну только начало распуска это sunday fries sunday fries вот такая ну и вот тут тут стоят мои красотки чтобы их шляпы не намокли от дождя так ну покажу пройду еще вы видели что у меня крупнолистных много в общем так вот это мэджикан мэджикал мунлайт первогодка на одном стволике зацвела одна из первых всего лишь на одном побеге зацвела одна из первых тоже большое очень соцветие но у геркулеса она еще и широкая тут она более вытянутая у геркулеса широкая silver доллар только начинает она всегда попозже и более в тенистом такому меня месте растет так а вот это новиночка посмотрите стала распускаться малыха малыха би с я думала би супер кто-то мне сказал но кто-то в комментариях написал это би свит би свит вот так распустилась конечно соцветия сантиметров наверное восемь пока еще очень маленькая но она сама малышка поэтому ни о чем ни о чем не говорит одно только соцветия у моей бабу почему-то так она решила распуститься а тут она пока не думает в общем вот такая бабу так вот это cotton cream очень такой кремовые небольшие цветы небольшие цветочки розовая серединка cotton cream и кремовое такое она у меня первый год цветет поэтому буду наблюдать как она будет выглядеть так вот это magical lime sparkle уже где-то на ней виднеется среди кремовая розовая уже налет такой я говорю розовинки на пропеллерах немножко уже есть первый год цветет плотная плотная там внизу вот эти вот фертильные цветочки прям как подшерсток на ней конечно хочется увидеть ее в таком взрослом состоянии это пастель green пастель green смотрите большие цветы зеленая краснеет рано красная по кругу но до конца пока у меня не распустилась это вимс ред начала чуть-чуть розоветь там я до нее не дотягиваюсь чуть-чуть начала розоветь хочу на таких высоких ногах формировать чтобы были ноги на ней angel blush как-то пока не хочет показывать что вообще когда первую я купила бабочка была вот такая но пока не хочет показывать но она очень симпатично в полном распуске вот это такая у меня вымахала summer love пока еще только заклала бутон листья огромные стволы толстющие растет в горшке и в общем просветет только посадка была с открытия корневой системой весной процветет вся ну буду смотреть как она процветет распустилась панфлора которую я полностью нормировала все поубирала кстати хорошо черенкуется сантиметров 10 соцветия и я уже даже она только распустилась и я уже по краюшку вижу где-то у нее розовинку говорят что она пахнет жасмином но пока фертильные цветочки не распустились не знаю ну вот она такая округлый кустик смотрите такой округлый кустик ну скоро распустится пока пока вот такая канделлайт начинает показывать свои свечи канделлайт люблю вот такое треугольные вытянутые облегченные такие соцветия как у хвостики пинки винки пинки винки у меня нет а вот канделлайт так тут я не говорила вам что немножко не поняла magical matter horn но сейчас первогодка только-только посажена но сейчас начинает открываться у нее вот этот подшерсток фертильные цветочки и знаете ну так довольно симпатичная три ветки очень тоненькие пока поэтому я их связала чтобы не разваливалась ну вот если конечно вот все эти мэджики горы я сравниваю со своей мэджикал монблан конечно мэджикал монблан пока вот фаворит у меня пока фавориту сейчас покажу это мэджикал матер хорн но я думаю надо подрасти это все-таки еще первого года это покупалось я уже говорила как мэджикал андес вот так раскрывается знаете очень красивая как треугольник треуголка раньше вот у французских этих вот солдат видите вот такой треугольника каким-то таким очень широкая если это она на картинке видела вроде бы немножко как бы не такая но мне она очень нравится даже похоже на какую-то египетскую пирамиду как-то так вот форма вот этой вот шляпочки так мэджи мэджикал андес анды литл литл лайм пересажена у меня в горшок из другого сада вот такая так это это бабочки но вот почему-то коричневая на ней появляется пока не знаю что это это мэджикал фаер мэджикал фаер магический огонь смотрите вот такая мэджикал фаер так что у меня тут еще очень мне понравилось она у меня уже второй год литл блоссом смотрите крепкие побеги видно что совсем не будет клониться потому что соцветия не плотная тут белая сразу цветочки очень красиво если те белые и внутри будут фертильная но она не очень густая но очень симпатичная на фоне зелени на фоне вот даже петунии очень симпатичная то что она не будет разваливаться от дождя это низкорослый сорт литл блоссом вот такая ну конечно только полу распуск я в шушь хочу до мэджика молн блан дайте это мэджикал везувио смотрите начинает уже краснеть причем не одно соцветие а уже вот еще не распустилась до конца вот тут а уже начинает краснеть она должна быть вообще красная мэджикал везувио такая красная огненная так кто это у меня мэджикал свит саммар свит саммар красивое соцветие очень красиво вот тут вот цвет очень красивая второгодка но я ей оставила два побега был какой-то саженец не тудема не сюдема только два побега покрепче потом все-таки немножко у нее как я мне кажется способность разваливаться может быть вот хочу выгнать просто прямые побеги вот она будет издали мэджикал свит саммар ну и перейду к основной своей красавице вот так раскрылась мэджикал матер хорн самое первое соцветие посреди полностью белое белое и только немножко кончик такой салатовый вот эти поменьше только начинают цветать ну и еще одно большое прямо тут такие еще вот при эти тоже ну полу раскрытие вот этой такой такого початка посреди а это белая настолько плотная беленькая беленькая вот скоро когда раскроется кончик будет весь такой кукурузный початочек очень такой тяжелый белый белый беленький плотный-плотный красотка так ну и пройду покажу начало фрайс мельба начинает зацветать и причем смотрите что интересно вот ее роспуск ой фрайс мельба еще кончик совсем зеленый а уже начинает вот тут она розоветь видите вот особенность и и такая тут она будет полностью розовая тут белая а тут еще зеленый кончик вот фрайс мельба очень ее люблю и тут тоже смотрите да вот ее такая особенность ну там диамантина ну и вот это фантом но мне уже сомнение у самой что это фантом это не фантом наверное это у меня selection все-таки вот так распустился вот так распустились мои гортензии на конец июля спасибо дорогие друзья и до свидания